Забота, поддержка и помощь. Эти созвучные слова главные в профессии социальных работников. Тяжелой жизненной ситуации может оказаться абсолютно каждый. Потеря работы, близких или крыша над головой, пожилой возраст, болезнь, инвалидность. Эти люди с трепетом реагируют на каждую ситуацию. Они психологи и друзья, и просто те, кто неравнодушен к чужим проблемам. Специалисты принимают поздравления от руководства муниципалитета. С людьми работа, наверное, одна из самых сложных. Мы, как работники администрации, понимаем, что у каждого свое настроение, у каждого свой взгляд на жизнь. А вы находитесь на острие как раз этих отношений. Потому что вы общаетесь с теми людьми, которые, как коллеги говорят, находятся в непростой жизненной ситуации. В мытищах звания социального работника достойно несут свыше 300 человек. Они делают жизнь своих подопечных счастливее. Всегда подставят плечо людям с ограниченными возможностями. Тысячи граждан видят нить спасения именно в них. Это люди, которые всегда с особым трепетом ждут вас. Здесь, может быть, даже не всегда материальная поддержка важна. Она и моральная, и просто сочувствие, и понимание. Поэтому, конечно, у вас очень-очень трудная, ответственная работа. Вот там невозможно прийти и проработать 10, 15, 20 лет, если ты не соучаствуешь. Если ты не вкладываешь душу. Если ты не наравне с теми людьми, с кем ты отличаешься. Работа специалистов социальных служб непростая. Но они гордятся выбором профессии. Многие трудятся в этой сфере десятки лет. Их деятельность сложно переоценить. Прежде всего, ощущается свое предназначение. То, что нужны людям. То, что полезными делами занимаемся. Помогаем людям. А значимость своих благородных дел специалисты чувствуют ежедневно, принимая благодарности от большого количества людей. Окунаясь в историю каждого человека, профессионалы будто проживают с ним маленькую жизнь. Так Елизавета Милова не смогла забыть мытищинского художника, которому она очень помогла в свое время. Ко мне пришел такой пожилой человек, очень хороший. Мы с ним пообщались, я его проконсультировала. Оформила ему все выплаты. После чего ушла, и мне коллеги перезвонили и сказали, ты знаешь, тебе принесли подарок. Было очень трогательно, правда, да, слез. От усталости на работе может выгореть каждый. Но понимание того, что ты несешь в этот мир пользу и добро, греет душу и помогает восстановить силы. Ты отвечаешь не потому, что ты должен, а потому, что тебе хочется рассказать. И очень часто бывает так, что пишут люди благодарности в тот же чат, что хочу выразить огромную благодарность такому-то сотруднику за то, что она все подробно объяснила, рассказала. В конце – общее фото. С цветами и подарками коллеги отправляются отмечать свой профессиональный праздник. А дома их ждут поздравления от самых любимых и близких. Светлана Покровская, Александр Соломкин, Первый Матищинский.